Анастасия Ковалева в студотряде уже не первый раз. Девушка получает образование воспитателя в колледже Ларина. Во время летних каникул приезжает в загородный лагерь ради бесценного опыта, который точно пригодится в будущем. Для нее работа с детьми только в радость. Мне нравится здесь работать. Здесь очень хороший коллектив. Все отзывчивые, что администрация, что воспитатели старшие по отрядам. Они всегда помогают, дают какие-то подсказки. Это атмосфера. Ты сам как будто попадаешь в детство и снова переживаешь все эти эмоции. Ты вместе с ними участвуешь в играх, вместе с ними принимаешь участие в концертных программах, готовишь творческие номера, переживаешь за этих детей и не становишься такими родными. А потом уже в дальнейшем, когда возвращаешься в город, уже на учебу обратно, многие дети тебя узнают. Это такое приятное ощущение. В мечте трудится и так называемая сервисная команда. 12 ребят ежедневно у раздаточной. Разливают компоты, супы, нарезают хлеб, овощи, накрывают на стол. Работа несложная, но ответственная. Обслужить нужно 30 отрядов, а это 569 человек. В свободное время с ребятами мы можем участвовать вместе с отрядами, играть в играх футбола или еще чем-то заниматься, ходить на дискотеки. Можем заниматься своими делами, книги читать. Первые деньги зарабатывают и учащиеся медицинского колледжа. В онкодиспансере будущие специалисты разносят документы, помогают в лаборатории, занимаются уборкой помещений, ухаживают за пациентами. Все под чутким руководством опытного персонала. Работая в студенческом отряде, ребята получают азы будущей профессии. Наш медицинский персонал всячески помогает им в этом, для того, чтобы из ребят получились хорошие специалисты в будущем. Я считаю, что этот опыт незаменим и он достаточно очень хорошо мне пригодится в дальнейшем. Эта молодежь летним тусовкам предпочитает труд. 30 учащихся наводят лоск, высаживают петунии, хлорофитумы, бегонии и занимаются прополкой. Плюсов не счесть. Опыт благоустройства города, собственные средства. Также на базе 31-й школы, где недавно модернизировали тепловую сеть, ребята разравнивают дворовую территорию. В этом году ребята в обручании, бойцы студенческих отрядов, работают на республиканских предприятиях, таких как атомная электростанция в Гродно. Они работают там электриками, потом в Минске, МАЗ автозавод и в Бунчах на строительстве. От соблюдения техники безопасности до своевременной оплаты труда. БРСМ поддерживает ребят на протяжении всего сезона. Приятный бонус – из зарплаты не вычитается подоходный налог. В 2023-м студенческие отряды расширили перечень рабочих мест до 38 тысяч. По итогам 2022-го средний заработок – почти 500 рублей.